Доброго времени сутки, добрые наши волшебники. С вами как всегда привет Вали Добро и Наталья. Сегодня у нас ролик немножечко, что начали мы строительство домиков. Деремонтируем полы, благодаря вам устанавливаем решетки. Ну и также хочу обратиться к вам с просьбой помочь нам еще собрать на строительство, потому что впереди большие планы. У нас еще 4 дома, где надо застелить полы. Домиком 7, где надо поставить решетку. На решетку нам надо 4 300. Ну и плюс, конечно, полы. А самое важное, надо будет в зиме делать большие будки, потому что, к сожалению, многие будочки уже, которые мы делали, они уже со временем, конечно, приходят не в подлыски. Собаки грызут, что-то нагрызают, и очень хочется сделать им большие теплые будки. Как я говорила до этого, что в среднем на будочку у нас будет уходить полтора листа. То есть у нас 33 домика, да, нам нужно будет купить 66 листов. Да, я понимаю, что это много, поэтому финансовые это тоже большие расходы. Но я очень надеюсь, что за май, за июнь мы соберем нужную сумму и будем ремонтировать будочки. Сейчас у нас основное, это застелить еще полы в нескольких домах и 7 домиков обналичить решеткой. Обязательно, потому что решетка защищает от многого. То есть, как я говорила прежде, что сначала на лето мы ставим решетки, а в зме мы окна утепляем. Как-то вот так вот. Вот вам пример еще. Один домик мы полностью застелили. Весь дом по ванне. Спасибо. Моим корням, Саша, с вами за работу. Вот. Теперь у нас, благодаря вам и собачьи просто идеальная красота. Вы сами понимаете, что дачные участки, они уже у нас по слоях 60-х годов. То есть, все равно, домики мы берем не все хорошие, где-то поднимшие полы, где-то дыши, минимально, насколько возможно, благодаря вашей помощи. Ну и собаки живут дальше. Еще нам остро нужно собрать финансы на миске и на тазике. Подходит лето, и во многих домах нет фетазола. То есть, к сожалению, они тоже уже со временем пришли в негодность, а вода, как бы, вы знаете, у нас привозная, и собаки в жару больше все равно всегда пьют. Нужна вода. Поэтому нам еще нужно... Ой, ломтик. Если кто помнит, это ломтик. Ломтик, которого я принесла с Хамурской области. Это Наташа, которая у меня приехала с Воронежской области, с заправки. Не мои благотуры назвали ее Наташей. Ну, в общем-то, это такая большая нужная семья. Как всегда, мы и наши подопечные приюта «Твори добро» ждем вашей помощи на дальнейшее строительство, обустраивание приюта и, конечно, я говорю, на посуду. Посуда нам тоже очень важна. С большим уважением ко всем вам, волонтеров и животных. Добро, Наталья. Ну и в конце нашего видео хочу еще обратиться к вам с просьбой помочь собрать нам финансы нашему беляшу на передержку. Беляшик находится на передержке с учетом с медуходом. Это 7000 рублей в месяц. Беляшу сняли, как я ранее говорила, на аппарат Елизарова, поставили пластину. И сейчас беляш находится у нашей подписчицы Людмилы на передержке. Были небольшие проблемы у него после операции. Ну, отеки, гематомы, это как бы, как правило, оно всегда бывает. Беляшу делает перевязки. Прикладываем мазь вирусуптин, антибиотики пьем. В целом, состояние у него стабильно хорошее. Но нам надо оплатить передержку, и это тоже 7000. Вот такие у нас новости приюта. С большим уважением еще раз говорю ко всем к вам, волонтер Наталья. И большое искреннее спасибо всем-всем-всем, кто участвует в жизни приюта. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok